И всем привет ребят, с вами StarVac, я сейчас записываю новый ролик, сегодня у нас среда день и появляется невероятный новый анонс с ивентом, никто не ждал, никто не гадал, но появляется новая золотая лихорадка, сегодня поговорим о ней, я чуть-чуть уже быстренько все прочитал, но это максимально быстрый ивент после ралли Танкара. Давно у нас не было подряд ивентов в игре и вот это свершилось, золотая лихорадка, это новый ивент с тремя разными фракциями, чтобы принять участие в игровом событии необходимо приобрести специальное предложение попасть в одну из трех команд, вот так вот эти команды выглядят, отряд Трелестника, Лепреконовское братство и Зеленая дружина. По сути и скорее всего у нас уже завтрашнего дня стартует ко дню Патрика как раз таки тоже ивентик со скидочками, это очень важно. Правило события, после распределения по фракциям три команды отправляются на золоту добычу, там придется бороться за победу, одержать ее можно будет собрав наибольшее количество Трелестника и открыв больше всего сейфом золота, чем остальные команды. Это особая валюта, ее можно получить следующими способами, ловить специальные золотые ящики, выполнять особые миссии события, приобрести в магазины и приобрести в магазине спецпредложения, то есть можно за кристаллы приобрести, можно за танкойны в виде спецпаков. Событие продлится 11 дней, каждый из этих дней команды будут бороться за открытие нового сейфа. Сейф это та вещь, участники которой за игровой день соберут больше всего Трелестника, открывают сейф и побеждают в этом игровом дне. По итогам мероприятия победит та фракция, у которой окажется больше открытых сейфов, то есть победоносных дней. Появляются у нас также вместе с этим особые миссии, их у нас довольно неплохое количество, за каждую миссию можно получить по 10 Трелестников и дополнительно, если выполнить все эти миссии, получаете еще 15 ультра. В магазине будут продаваться пакеты 10 Трелестников, 30 Трелестников, 50 Трелестников, специальное предложение за 2000 танкойнов, 120 Трелестников, 15 ультра, 1 день према. Ну и награды, какие же награды у нас будут? В командном прогрессе скин, легоси, для пушки огнемет, новый скин для жиги, сюда контактичек залетает вкусный. В командном прогрессе все заработанные Трелестики во временных рамках текущего сейва засчитываются в пользу текущей фракции игры. При смене фракции все заработанные Трелестики во временных рамках текущего сейва переходят в новую фракцию вместе с игроком. Так, текущий сейв засчитывается в пользу текущей фракции игрока. Так, это в командном, да, при смене. Если я меняю личный прогресс, вот. Личный прогресс. Каждый участник получает набор специальных личных заданий, заработать определенное количество трилистников. Выполнение этих заданий позволяет продвигаться по персональному засчету. Чем больше трилистников наберут участник, тем больше призов он сможет получить. За каждое выполненное задание на момент завершения события игрок получает награды. Все призы указаны на сайте. Мы сейчас доберемся еще до сайта. Очень много контейнеров, кристаллы, горы припасов, устройство пульсар на огнемет. Новое устройство. Снаряды саламандра для грома. Это гром с поджогом. Испепеляющее поле на рикошет. Не знаю, что это за устройство. Припасы ядерной энергии. И скин контейнер! Си-и-и! Да, контактичек! Есть контактик и еще один скин контик. В момент смены фракции личный прогресс игрока обнуляется, его нужно набить заново. Так, ладно. Фракция, значит, менять не особо выгодно. Заработанные до смены фракции трилистники не учитываются в личный прогресс игрока. И выполненные задания отмечаются как невыполненные. Выполненные внутриигровые миссии не перезапускаются. И выполнить их снова возможности не будет. То есть, если вы вдруг думаете менять фракцию, сначала не забирайте заданки. То есть, не выполняй... Ну, вы их можете выполнить, но не забирайте их. Призы именно. Так, ну что? Выглядит многообещающе. Так, вот они отряды. И вот будут трилистники эти замечательные. Голд, Раши. Так, время на события. Открытие Сева осталось. Два дня. Два дня до первого дня. И еще и топ-5 игроков будет виден. Так, что тут у нас? Подробнее есть информация какая-то? Ага, подробнее это сюда. Так, смотрим. Что тут у нас есть интереса? Все участники попадают в одну из трех. Так, отряд пари Рури, пари Рари. Это особая валюта. Получить ее можно следующими способами. Это понятно. Семьсотка. Есть контактик. Есть контактик. Нифига себе они стоят, эти трилистники. Ептить. А сколько их надо? А сколько надо трилистников? Так, старт. Десять трилистников. Пятнадцать контов. Сто пятьдесят батарей. Двадцать тридцать расходка. Сорок расходка. Пятьдесят расходка. Шестьдесят расходка. Семьдесят гром саламандрик. Недавно мне выпал на основе испопеляющее поле на сто сорок. Так, ну тут расходки, конечно. Пульсар на жигу. Триста тридцать контактиков. И скинконтик на четыреста пятьдесят. На четыреста пятьдесят. А как мне эти четыреста пятьдесят зафармить? Это надо голды ловить. Да, ловить специальные. Так, выполнять особые миссии. Приобрести в магазине пакеты. Так, ну здесь без покупки, я так понимаю, что не обойтись. Да? Чтобы получить скинконтик на четыреста пятьдесят вот этих вот бабловых темок. А чтобы мне четыреста пятьдесят бабловых темок получить, это мне надо сколько купить получается? У нас три листники идут по сколько тут? По десять, да? Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто сто десять. Сто десять, сто десять. Но это покупать не кисло надо будет, если честно, ради скинконтика. Но можно за кристаллы, конечно, купить. Сто пятьдесят. Ой, сто десять, да. И это по шестьсот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это три мульта шестьсот, да? Туда их просто. Три мультика грязных. Три шестьсот мультосика. Ну, либо списушку за сто двадцать контентовых, да? И тогда чупачу два мульта, да? За два миллиона кристаллов с кем контик? Ну, в принципе, без доната, что у нас получается здесь можно получить? За сто десять. За сто десять без доната можно получить снаряды саламандры и тридцать контов, да? Но это ивент, в который нужно вкладывать точно кристаллы, да? Если вы хотите получать дополнительные устройства. Ну, и скин-конт за два миллиона кри, грубо говоря, и две тысячи танкойнов. Ну, наверное, это неплохо. Наверное, это неплохо. В любом случае, это новый ивент, да? И пока что выглядит интересно. И еще и с возможностью забрать новый скин Жига Легаси. Жига Легаси. Относительно недавно у нас был Фриз Легаси. Есть контактик на старую жижечку. Ну, и выглядит все это довольно-таки интересно. По крайней мере, это выглядит позитивно с точки зрения того, что у нас разработчики, наконец-то, делают быстрые новые ивенты. Вот он, контактичек! Вот он! Как же я давно этого ждал, чтобы у нас появлялись постоянно новые интересные ивенты. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Вроде как, по всему мы быстренько довольно-таки прошлись. По общим правилам сейчас посмотрим. Может быть, что-то тут есть еще интересное. Так, материальные призы. Приз направлен на паре Рури. Организаторы обязаны сочетить отправку. Так, ладно, здесь ничего такого сверхъестественного, да? Ивент у нас идет, получается, сколько? Идет у нас он 11 дней. Прикольно, 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 прикольно. Это практически то же самое, что у нас было с иммунами и зомби. Только здесь у нас уже три фракции. Да, и все это дело посвящено к дню Патриковского! Патриковского! Ну, и с тремя фракциями, конечно, теперь уже потяжелее попасть в ту фракцию, которая выиграет. А если хочешь получить жижечку Легаси, то надо попасть в нужную фракцию. Поэтому здесь надо будет уже этот грамотный переходик делать. Но посмотрим. За 11 дней можно, в принципе, все здесь правильно разделать, чтобы было все четенько. Пишите, что вы думаете по этому ивенту. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если рады, что у нас в игре новый ивент стартует. И, ну, начинается какая-то новая движуха. Уже в эту пятницу, я так понимаю, да? Два дня у нас до старта ивента. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, и не забывайте про розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танк-коинов по моему личному тегу. В настройках игры вот здесь в аккаунтике устанавливаем темпэшечку. Дальше оформляем покупочку. Ну, и в описании заполняем форму на все это дело. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok